Как на всё найти время, и как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Хватает ли сил и времени на себя? Какие тайны хранит женщина? И готова ли она открыть их? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё, находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. В её подчинении 9 спортивных баз в разных частях города. И 115 сотрудников. Это тренеры, руководители подразделений и персонал спортивных баз. За плечами работы в пенсионном фонде детско-юношеской спортивной школе. А сегодня Елена Каргина возглавляет один из крупнейших спортивных комплексов Щёлково. Все эти базы, они работали до этого самостоятельно. И говорит, что фокус молодой учреждений. Да, оно молодое, но базам, да, более многим из этих баз более 10-15 лет, да, поэтому... В общем-то, не совсем оно молодое, такое, со старым уклоном. И всё это под вашим контролем? Всё, да, это под нашим контролем. Я работала директором детско-юношеской спортивной школы. То есть я оттуда... Она была более узконаправленная, да, то есть там это дополнительная система доп. образования. А потом освободилось место здесь. Мне предложили прийти поработать, помочь немножечко наладить работу. Ну и вот, не сдаюсь. Молодой специалист. Сегодня тенденция времени. Но в случае Елены опыт оказался немаловажен. Она уже пришла подготовленным юристом на пост руководителя ФОКа. Правда, столкнуться с определенными проблемами и вопросами ей всё же пришлось. Я когда сюда приходила, конечно, было, да. То есть мне многие потом в открытую говорили, да, что тебе здесь надо. Вроде нормально же всё было, что надо-то. Вот, но это со временем как-то улеглось, да. Коллектив сменился на более молодой, и всё пришло в баланс. Пришла Елена Каргина на новый пост не просто с идеями, с единомышленниками, что, конечно, облегчило рабочие задачи. Обсуждаем, да, то есть это просто рабочий момент, когда мы готовимся к работе, обсуждаем, что нам нужно делать, кому куда бежать и чем кто занимается. Вот, расставляем какие-то задачи. Есть общий чат в группе, да, то есть, соответственно, там тоже проходит бурное обсуждение всего, там же скидываются отчёты, туда же кидаются задания на дальние базы, если это необходимо, да. Иногда мы выезжаем, у нас есть начальник управления по работе с спортивной базой, который делает объезд, да, там, по мере необходимости, ну, либо по специальному заданию. Вот, и так происходит контроль. Иногда я приезжаю, но я люблю приезжать внезапно. В спорте, как в жизни, важно упорство, а его моей героине не занимать. Елена признаётся, сама спорт высоких достижений считает уделом избранных, а массовый спорт, для которого работает ФОК, нужен всем. Ну, давайте начнём с того, что не всем нужен профессиональный спорт. Далеко не каждый, да, для себя готов, и там, для себя, для своих детей. Поэтому кто-то отсеивается на этом этапе. Но те, кто действительно хочет, у нас сейчас есть огромная масса возможностей, да, для занятий физической культурой, причём на профессиональном уровне. Я не знаю, я всё равно считаю, что наша спортивная школа, которая Олимпийского резерва, она очень много делает и для своих воспитанников, и для вклада в будущее. Познакомившись с Леной, первое, что я подумала, она явно из спортсменок, подтянутая, активная, целеустремлённая. Профессиональной нет, я никогда спортом не занималась. Единственное, что, да, я занималась воздушной акробатикой, гимнастикой какой-то период времени. Ну, и гимнастикой мне дала толчок в занятии воздушной акробатикой. Водушная акробатика, а почему именно? Красивая, интересная, задействована вся группа мышц. Потом понимаю, это просто такой склад, характер, воспитание, опыт. Для неё важно быть первой, и это отличительная черта. Это она вкладывает в собственное развитие и в развитие своего учреждения. У меня несколько образований. По первому образованию я юрист, по второму я учитель физической культуры и спорта. Мне стало скучно, да, мне захотелось чего-то более интересного, какое-то разнообразие, развитие, да, в конце концов. И я пошла вот, в принципе, деятельность не меняла, пошла юристом, но только в другую область. Юриспруденция, знания в этом направлении помогли Елене. Её опыт пригодился для налаживания продуктивной работы ФОКа. Они мне всегда помогают, действительно, в работе. Ну, поскольку я закончилась, усмудрилась в красный диплом, вот, я люблю эту работу, профессию, и знаю, где что взять, как правильно считать документы, да, это немаловажно в нашей работе. И я пришла на собеседование, как раз нужна была моя помощь, юридическая помощь, да, там были несколько судебных вопросов. Я помогала в абсолютно безвозмездной основе, да, и потом уже приняла для себя решение, что я хочу работать там. И там было интереснее, я там осталась. Я вижу систему, как это работает, да, и за счёт того, что у меня всё приведено в какой-то порядок, да, в юридический порядок. Многие говорят, что юристы, они немножко другие. Они действительно другие, да, то есть у нас всё разложено по полкам. Вот у меня так же всё разложено по полкам в голове. Я чётко понимаю, где дети, где документы, где там родители. Я их не смешиваю. У меня старшая дочь занималась плаванием. До третьего взрослого мы разряда добрались. Дальше я поставила ей незадачу. Я говорю, если ты хочешь остаться в спорте, то у тебя должны быть определённые результаты. Вот, например, сегодня, да, у тебя там третий взрослый. Потом, говорю, у тебя там через год должен быть следующий результат и так далее. Я говорю, если ты хочешь достигать этих результатов, ты должна чуть ли не каждый день там проводить. Я говорю, если ты готова, давай. Если не готова, то именно на этом этапе лучше заняться учёбой. И она ушла. То есть был осознанный разговор с ребёнком? Да. Осознанность – вот ещё один важный момент как в жизни самой Елены, так и в воспитании её детей. Две дочери, хоть и безусловная любовь, но у неё не забалуешь. Собственно, не менее строго воспитывали саму Лену. В основе – ответственность и дисциплина. Ну, вообще меня воспитывали строго. У меня мама достаточно строго, и папа там без компромиссов было вообще. То есть если на 10 минут задержалась дома, то есть на следующий день гулять не пойдёшь. То есть ну вот так. Папа мне научил некоторым вещам, которым я до сих пор следую. То есть он мне говорит, если ты говоришь что-то, обещаешь, расшибись, но сделаю. Ну, правда, как бы, да, для себя где-то. Я, конечно, мы все отступаем иногда от своих правил, да, иногда бывает и так. Но я стараюсь этому придерживаться. Я никогда не обещаю того, что я, в принципе, не знаю, смогу я сделать или нет. Я всегда обещаю. Если я обещаю, значит, я для себя ставлю кого-то задачу, цель и стараюсь её выполнять. Личная жизнь моей героини – это дело, как говорится, личное. За плечами брак, с мужем разошлись, но остались приятельствием, дети объединяют. И об этом говорить-то и много не надо. О многом говорят глаза. В них понимание, что в этой ситуации оказаться весьма непросто. А вот выйти из неё достойно бывает ещё сложнее. И в этом Елене помог характер и понимание. У нас, наверное, больше младшая дочка больше привязана ко мне, старшая дочка к папе. С детьми стали общаться ближе. Причём как я с детьми, так и папа с детьми. То есть стал больше уделять им время. Я никогда с ними не сюсюкалась. У нас не было этого момента, когда до пяти лет не кричать, не ругаться. Я дома, в принципе, никогда не кричу. Тут абсолютно разные. У старшей дочки, наверное, какой-то переходный момент, когда она почему-то увидела во мне врага. Вот. Решила, что я плохая. Я всё делаю не так, как ей хочется. Но как-то это всё быстро прошло. Мы несколько раз сели с ней поговорить. Поплакали. Да, и всё. Это разговоры. Это разговоры, только разговоры. Для ребёнка, наверное, важно быть ещё и... Важно видеть союзника. Да, то есть вот... Мы же часто бывает, да, детей заставляем что-то делать. Надо учиться. Ну, это, наверное, всем известный факт. Надо учиться. Она мне приходит и говорит. Вот я пришла на химию, спросила... Абстрактно, да, то есть это не конкретно химию. Я пришла на химию, спросила, говорит, а как вот это по биологии решить? Говорит, а учитель не знает. Почему я должна это знать? То есть это пошёл такой, наверное... Протест. Протест, да. Я не буду ходить на эту химию. Она мне не нужна. Ну, там, не на химию, она другой какой-то предмет выбрала в качестве жертвы. Не буду я ходить, она мне не надо. Технологию. Вот мне делать больше нечего там идти, вырезать. Я вот лучше химию буду учить. Она мне нужна для поступления. Вот и всё. Был такой протест. Только разговоры. Своевременный разговор по душам, расстановка приоритетов, знаков припинания, если хотите, очень важно. Ведь тонкая связь между мамой и ребёнком, особенно в острые периоды, самое главное в разрешении конфликтов. Есть такой момент, что есть осознание, ощущение, что для своих детей должна быть приметка. Есть ощущение, есть даже задача такая, да, то есть я неоднократно своим... Ну, не то, что неоднократно, я часто своим детям говорю, вот смотри, когда-то поставь себя на моё место. Это молодая, но весьма мудрая женщина, несомненно, хрупкая. Но при этом она имеет крепкие корни. Закалка и страсть к переменам явно чувствуются. При этом есть чёткое понимание, отсыл к юридическому, аналитическому мышлению Елены. У меня всегда была мечта прыгнуть с парашютом. Да, но это была мечта несбыточная. Она сбылась с моей дочерью. Она в свои 14 лет, она прыгнула с парашютом, да. Я на неё смотрела, у меня руки холодели. Ну, как-то она это сделала, да. Я нет, я боюсь, я трус. Я безумно боюсь высоты. Хотя там до 18, это надо было делать, наверное, до 18. Сейчас как бы уже приходит осознание того, что там дети, а вдруг что, да, и что будем делать. Энергия. Вот ещё одно имя ей. Она задаёт темп работы всему коллективу ФОКа. Но при этом умеет расслабляться. Правда, получается, по её признанию, нечасто. Входная дверь закрывается, я отключаю, у меня понятно, что телефон, конечно, я не отключаю. Немножко отключаюсь от работы, да. И у меня там начались свои дела, какие-то там, домашние дела, да. То есть я отключаюсь. Но при всём при этом, как бы, я всегда на связи. У нас работа этого требует, да. И в какой-то момент я браком включаюсь и побежала. Так в чём же формула счастья этой хрупкой, но сильной женщины, руководителя и мамы двоих детей? Формула счастья, наверное, в гармонии, да, чтобы всё было гармонично. Дом – домом, семья – семья, работа – работа. И когда все эти три составляющие приносит тебе удовольствие, я думаю, что вот это вот и есть формула счастья. Жизнь в гармонии для Елены Каргиной – это, конечно, реализация себя. В роли матери, в своём деле, руководстве спортивным учреждением, в поиске решений из порой сложных ситуаций. И здесь она, как говорится, в своём правовом поле. Редактор субтитров А.Сёмкин